Рада тебя видеть. Да, я тут случайно тоже оказался в Риме и вспомнила после твоего интервью, я все время вижу там вопросы, люди спрашивают, а что это было за форум. В общем, люди не знают, что это было за мероприятие. Я подумала, что по свежим следам хорошо бы тебя расспросить, чтобы ты рассказала об этом мероприятии и о его значении. Ну, это мероприятие называется Европейский павильон и оно проходит, в общем-то, регулярно и организовывают его деятели искусства, историки искусства, искусствоведы. И вообще, в принципе, это мероприятие не столько политическое, сколько культурное. Это культурное событие в жизни Европы и освещают его, например, такие телекомпании, как Евроньюз, культурная редакция, редакция культурных программ Евроньюз. Что касается именно нашего круглого стола, он был организован украинскими деятелями, которые сейчас находятся в Европе. И это стипендиаты различных культурных фондов, таких как, например, Институт Гёте или Институт Макса Планка по истории искусств. И так как сейчас вот эта тема деколонизации звучит наиболее остро в мире в связи с войной, для украинцев эта тема наиболее остра также. Поэтому за несколько месяцев до этого события с нами связалась организатор с украинской стороны, Леся Кульчинская. И она пригласила меня, Руслана Габасова и Рафиса Кашапова, принять участие в дискуссии о деколонизации и о том, как мы видим дальнейшее развитие территорий, которые сейчас входят в состав Российской Федерации. Это было в первый раз на самом деле, вот эта физическая встреча, потому что до этого мы встречались только онлайн. Да, виртуально. И мы очень благодарны организаторам этого события, в том числе за то, что мы смогли наконец увидеться вживую, поговорить. Вообще такие встречи, они бесценны. И ты говорила, что европейцы, как бы для них это была довольно новая тема, о республиках и о их положении. На самом деле очень странно, почему для них эта тема настолько нова? Ну, во-первых, мы должны понимать, что мы всегда были в тени, находились в тени метрополии. Все колонии находились всегда в тени метрополии. И вот этот образ России, стереотипный образ России, он заслонял все многоцветие народов и культур, которые находятся на территории России. И также так называемая великая русская культура. И я разговаривала с корреспондентом Евроньюз, и он мне сказал, что сейчас очень ведется острая дискуссия о культуре, о русской культуре. Люди говорят о том, что русская культура подверглась кенселингу. Я сказала, что сейчас как раз пришло такое время, чтобы весь мир посмотрел еще раз объективно на то, что из себя представляет русская культура. И, наконец, увидел эту имперскую составляющую русской культуры. Потому что до, в принципе, недавнего времени мы все находились под обаянием этой великой культуры. И мы не видели, на самом деле, что до последнего времени мы не обращали внимания на то, что великие русские писатели и поэты являлись, в принципе, певцами империализма. Если взять того же Пушкина, там есть, например, такое стихотворение, как «Клеветникам России», и различные другие стихотворения, где, в принципе, черным по белому говорится о том, что Россия – это великая империя, что у нее есть право на завоевание. И там также, например, если мы говорим о завоевании Кавказа, которое в то время проходило, кровавое завоевание, и Пушкин, в принципе, выступил певцом русского оружия. И никогда, разве только, возможно, вот если взять повесть Хаджи Мурат Толстого, вот это является, в принципе, достаточно честный… Толстой представил вот в этой маленькой повести достаточно честный взгляд на то, что происходило тогда на Кавказе. Но таких примеров на самом деле очень мало. Есть такая исследовательница русской литературы с позицией постколониальных исследований Эва Томпсон, и она в свое время написала очень важную книгу, которую, мне кажется, нужно обязательно перевести на русские языки народов, населяющих Россию. Она называется «Имперское знание, русская литература и колониализм». И я думаю, что вот в польском варианте она называлась «Трубадуры империи». Это такое достаточно яркое образное выражение, которое показывает на самом деле вот эту сущность, имперскую сущность культуры, которую необходимо анализировать, потому что, например, англичане и французы в свое время подвергли такому анализу произведения авторов, которые творили, например, вот этот миф о непобедимости европейцев, о бремени белого человека, тот же Киплинг. Они как бы остаются великими писателями, но в то же время с позиции сегодняшнего дня мы видим, что истоки идеологии, что питало эти взгляды. И я думаю, что такой беспристрастный взгляд необходим также и на русскую литературу. Понятно. Ну, то есть они, допустим, будут рассматривать по-другому культуру русскую и так далее, но с политической точки зрения они должны понимать, что распад такой огромной страны будет только им на пользу. В принципе, это америкацы, допустим, ничего не знают про Россию и европейцы, они все очень много путешествуют, они знают про все республики, многочисленные национальные. Я думаю, что они, наверное, должны лучше понимать. Да, сейчас они, я думаю, лучше начинают понимать. И буряты в этом отношении нам, можно сказать, повезло. Ну, как сказать, это, конечно, сарказм. Потому что... Мы недавно в Ватикане были. Да, 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 да. Да, позавчера. Иностранцы теперь знают, что в России живут русские, чеченцы и буряты. До Чеченской войны они думали, что в России живут только русские. Потом они вдруг обнаружили, что, оказывается, еще есть чеченцы. А сейчас в России три народа знают во всем мире. Да, и особо темпераментные буряты, да, пришли. Будут... Они обещали какие-то статьи или что-то они присылали? Потому что на английском языке я, на самом деле, мало видела публикации после этого форума. После этого форума мы разговаривали с организаторами и мы видели очень такой сильный интерес к нашей теме и обменялись контактами. И вот даже если мы будем говорить об обменах в области культуры, даже в этом отношении, в принципе, это было очень плодотворное событие для всех нас. Замечательно!